В связи с повышенным спросом на подобные аксессуары решил заказать и посмотреть на качество китайского подсумка медицинского, отрывного крепления. Этот подсумок есть у многих продавцов, я брал на озоне, они могут стоить как 500 рублей, так и 700 рублей, 1000 рублей, 2000 рублей, в зависимости от жадности продавца. Такой тип подсумка, отрывной, подразумевает крепление платформы подсумка на ремень или другое основание, а подсумок крепится к платформе с помощью текстильной застежки, липучка, велкро, хук энд луп. Таким образом можно удобно отсоединить подсумок и раскрыть, вытащить из него нужные вещи в удобном месте, положении. Кроме липучки, платформа держит подсумок лямкой с пластиковым замком, застежкой типа фастекс. Варианты расцветок. Сумка раскрывается на 180 градусов, сделана из нейлона. Внутри пришит водоотталкивающий материал, но он достаточно тонкий для постоянного использования. Стежки выполнены достаточно толстой нитью, скорее всего нейлоновой, строчки прямые, не виляют. Концы ниток во многих местах торчат, потратил минут 10 на прижигание всех концов. Внизу подсумка есть вентиляционно-дренажное отверстие, закрытое люверсой. Молния и бегунок пластиковая. На передней части подсумка пришиты ленты для наружного крепления чего-либо на сам подсумок, система Мол Пелс, и полоса липучки для крепления каких-либо знаков, запасных шевронов и тому подобное. На задней части платформы пришиты ленты, система Мол Пелс, и две лямки с двумя пластиковыми крючками сверху. Лямки одной частью пришиты к платформе, а другой крепятся с помощью пробивных металлических кнопок, кнопки плохо держат нагрузку, рассоединяются очень легко, поэтому по факту носят декоративный характер. Внутренний объем большой, если его забить до отказа, то торчать он будет сильно. Внутри подсумка, на одной стороне два кармана и две утягивающие крепежные резинки для широких материалов, на другой стороне один карман и резинка с тремя отделами для длинных материалов, плюс сетчатая секция на замке. Материал маркий, пыль, грязь магнитится к нему и забиваются в микрощели между нитями. Вот такой он будет, если положить туда все. Резюме, подсумок одноразовый, если им пользоваться постоянно и по делу. Но для редкого использования он пойдет, себе я его оставлю в машине, крепление на липучке позволит найти ему место и не болтаться по салону. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok